В этом году в Рязани впервые прошел масштабный танцевальный фестиваль «Репутация». На базе фестиваля появилось множество различных ответвлений, различных направленностей – развлекательных, танцевальных, научно-развлекательных, даже повторимся. Вот у нас сегодня в гостях Катерина Коробкова и Светлана Кулупаева. Добрый день, девочки! Вы – организаторы различных ответвлений от фестиваля. Расскажите о своей работе, чем вы занимаетесь? Давайте начну я. Давай. Меня зовут Екатерина. Я занимаюсь таким направлением, как научно-развлекательный форум, называется он «Эврика». Мы хотим этим форумом показать, чем можно заниматься детям. Максимально много хотим предоставить им информации, развлечений, научных мастер-классов, чтобы ребята применяли не только в лагере, но и смогли это применить и в школе, и с друзьями, и со знакомыми. Наше отличие от всех остальных направлений – сейчас же много существует лагерей. Иногда они бывают не очень познавательными, то есть родители отправляют на 21 день, на 14 дней в лагерь. Существует такая практика, что ребенок на нас звонит и просит забрать. У нас этого не произойдет, поскольку у нас лагерь будет проходить, вернее, форум будет проходить с 25 июля по 31 июля на базе пансионата Кирицы. То есть это получается 7 дней форум. За это время ребенок не успеет еще соскучиться, не по родителям, скажем так, окунется в эту атмосферу. Игр, развлечений, научно-познавательных мероприятий. У нас планируется много, скажем так, различных, повторюсь, направлений. Это научные направления, мы планируем большой научный день. Будут приглашены гости из Рязанской робошколы и из 3D-центра. Также будут мастер-классы научные. Это будет такой день, планируем также большой спортивный день. Это будет у нас и стрельба из лука, и веревочный парк, и различные эстафеты, и, скажем так, направленные и на командное образование, и на личные зачеты. Вот хотим тоже ребятам максимально много продемонстрировать. Современные виды спорт, современные технологические направления, поскольку сейчас 21 век, он очень разнообразен. И кто-то, может быть, после нашего форума вообще определит свою дальнейшую профессию. Кому-то интересно IT-технологии, кому-то именно спортивные какие-то мероприятия. Также будет очень много уделено вниманию творчеству, поскольку у нас научно-развлекательный форум планируется. Это будут и творческие мастер-классы, и мастер-класс по актерскому мастерству. У нас приглашены очень профессиональные педагоги, специалисты в своем деле, которые заинтересуют, поведут за собой и готовы дальше, соответственно, с детьми работать. Мы приглашаем всех ребят с 11 до 15 лет. Пока у нас такие временные рамки. Дальше надеемся, что немножко подвинемся, потому что, скажем так, молодое поколение тоже хотелось бы видеть у нас. Но будем над этим дальше работать. Хотелось бы уточнить, что у нас наш форум планируется круглогодичный, то есть в каждый куникулярный период школьный. Скажем так, чтобы детишки не засиживались дома за компьютером, мы предлагаем им приехать к нам, провести хорошо вот эту неделю, отдохнуть от школы, пообщаться со сверстниками. И научиться, конечно, чему-то новому, интересному, что они могли бы применить в дальнейшем, а не просто, скажем так, отдохнуть. И показать, насколько они классные, как они время проводят. Да, да. По-сумасшедшему просто. Тоже не знаю. Светлана, вот к вам тот же вопрос. У вас немножко более подвижное, скажем так, направление, да, танцы все-таки? Да, я преподаю хип-хоп. В Центре танцевального искусства директором является Соня Одина. Вы, наверное, знаете. У нас тоже будет танцевальное направление различного рода, как хип-хоп, го-го, джаз-фанк и так далее и тому подобное. Будет очень круто, весело, планируются различные мастер-классы от преподавателей, также приглашенных преподавателей. И преподаватели у нас также из других городов, из Москвы, не только, приезжают. В общем, все круто будет. А вот имена какие-то громкие можно назвать уже, чтобы понять, насколько... А какие преподаватели? Да, 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 преподаватели вот именно. А преподаватели Соня Одина, Ахмед Патеев, Анастасия Пирожкова, Евгений Кевлер, Пономарева Марина, Чеченев Илья, также Александр Коломиец, Сергей Горячев и другие. Угу. Светлана, вот у вас тоже там же в Кирицах будет проходить, да? Да, да, тоже, да. Вот этот лагерь. С 25-го по 31-го в Кирицах. Вы уже рассказали в большей степени о особенностях лагеря, скажем так. И все же отличается он не только временными рамками, ведь правильно? Конечно. Расскажите вот еще какие-то плюсы, чем можно заинтересовать вот нашу молодежь. Тем более, что вы сказали, что до 15 лет такой возраст своеобразный, уже капризные ребята достаточно и привередливые. Чем их еще можно завлечь? Мне кажется, это вообще самый замечательный возраст. Скажем так, все готовы к открытиям, к чему-то новому, к познанию. Наша уникальность в том, что в Рязани, к сожалению, сейчас таких направлений очень мало. Если они есть, то они именно ограничены чем-то конкретным. То есть это творческая смена, творческая лагерь актива, спортивный лагерь. Мы хотим именно совместить все это, чтобы ребенок, ну, пока пусть за неделю, но максимально мог понять, что же ему интересно. Ну, как бы такое направление новое, интересное, родителям тоже хочется. Многие, кстати говоря, даже взрослые очень хотели бы попасть на наш форум, говорили, почему такой маленький возрастной ценз. Ну, то есть сейчас все максимально активные, все хотят что-то новое узнать. Кто-то, может быть, скажем так, не смог попробовать это ранее, да, и вот сейчас восполняет свои пробелы. Ну, мы кардинально, конечно, отличаемся, да, и будем стараться какие-то новые вершины брать и придумывать много различных мероприятий, вот, чтобы ребята не скучали. Вот, надеемся, ну, скажем так, тоже, да, на расширение, может быть, пока 7, дальше будет там 14 дней, 10. Вот, ну, будем стараться. Ну, так все расписывайте, расписывайте. Туда еще возможно вообще попасть? Да, конечно. Конечно. То есть места свободные есть? Да. Да, 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 да. А примерно какое количество участников уже намечено? Ну, где-то порядка 20 человек. На танцах у нас, да? Да, в танцевальном вот интенсиве, ну, и где-то приблизительно так же вот у нас в форуме собираются. Ну, мы как бы ждем, места есть еще свободные. Путевка в научно-развлекательном форуме «Эврика» стоит 8800, да, на 6 полных суток, вот, на 7 дней. Ну, у нас тоже, в общем, для жителей Рязани стоимость 10-200, для иногородних жителей 9-100. Также у нас будет с понедельника акция, скажем так, подарок для тех, кто очень хочет поехать. Это всего несколько мест в летней домике, стоимость на неделе будет 7800. В общем, если кто хочет, может с радостью поехать. Я думаю, желающие найдутся обязательно. Ну, и все-таки скажите, девочке на своих плечах тяжело вообще вот такое вот массовое масштабное мероприятие организовать? Все вот это скооперировать, между собой разработать, все это, мне кажется, вообще нереально сложно. Да, очень сложно. Это сложно, но интересно, вот, увлекательно. Ну, когда сам человек приятно, хочет, нравится, да, ему как-то все это легче дается. Также хотелось бы поблагодарить наших всех партнеров, коллег, да, которые принимали участие в создании, в дальнейшем, да, в реализации этих проектов. Вот, спасибо вам огромное. Вот, надеемся на дальнейшее тоже сотрудничество, партнерство. Вот, ну, стараемся, работаем. Вот, так что все получится. Планы какие-то дальнейшие можете уже озвучить? Уже какие-то наметочки есть на будущее? Ну, мы надеемся, что это будет не один год, а планируется, что это будет ежегодно. И фестивали, и такие вот... Лагеря? Да. В общем... Ну, в общем, планируется такую традицию небольшую сделать, занятие себе на лето найти. Да, приглашаем не только рязанских ребят, да, но и, соответственно, иногородних детишек. Вот, ну, скажем так, географию хотим тоже расширить нашего мероприятия. Возможно, ну, скажем так, дальше, может быть, мы даже сможем какие-то там базы уже не рязанские брать, а именно иногородние. На выезд работать. Да, да. Ну, то есть хотим сделать масштабно, охватить много регионов, ребят. Вот, поэтому всех приглашаем, всех ждем к нам. Ну, надеюсь, будет действительно так, как пообещали, иначе мы обидимся на вас потом. Хорошо. Спасибо, девочки, что пришли к нам в гости. Очень здорово, очень интересно. Я желаю успехов вам в вашей работе. Нелегкой, и я больше чем уверена, что все пройдет как по маслу. Спасибо. Спасибо еще раз, что пришли. А это была программа «Семь минут». Мы с вами скоро увидимся. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин